МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Можно два вопроса, ребята? Вы знаете, что это такое? Памятник. А здесь вызывали фашисты наши. Фашисты убивали, да? Ну, в школе не рассказывали про кропаты, ничего, ничего. А про растрилы 30-х годов арестуют? Нет. Как он с лагерями? На фото в БССР. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 3 июня 1988 года, когда в газете «Литература и мастатство» была опубликована статья Зенона Позняка Евгения Шмагалева «Дорога смерти», не только в Беларуси, но и весь Советский Союз узнал о том, что под Минском в рочище Куропаты покоится прах десятки тысяч жертв органов НКВД. По настоянию общественности была создана Государственная комиссия по расследованию преступлений в Куропатах. Это был уникальный случай, потому что это было трудно представить. Еще монополия КПСС, и в Куропатах создается Государственная комиссия, начинается следствие. Первую работу начали делать археологи Института Истории Академии Наук. Это Зенон Позняк, Никола Кривальцевич и Олег Иов. Это те археологи, которые впервые прикоснулись к этим тайнам и начали это расследование. Мы доходим до взрыва пласта похоронных у яма людей. Эксперты рассказывали, как это все могло выглядеть, так, наркуются по тем, что черепы расколотые и две тулины. Одна выходная, другая выходная тулина. Одна из них винтовочная, остальная наган. 1933-1935 год, 1938 год. Позже нет. Могила 1939 года совершенно точно определена. Потому что много людей, много галош. А на галошах стоит датировка и маркировка. Так вот, представьте себе, из более чем ста пар галош этих нету ни одной 40-го года. 1938 год. Монеты, обрывки газет, там, каких-то писем не позднее 1940 года. Поэтому в результате проведенного расследования комиссия пришла к однозначному и единодушному выводу о том, что в урочище Куропаты в предвоенные годы проводились массовые расстрелы наших сограждан. Были люди, которые верили, ну, в высшем руководстве, что верили, что это немцы расстреливали. И потом, когда им сказали, что нет, ну, не получается, был тогда поставлен этот камень огромный. Что тут уже страшно? Казалось бы, все справедливость восторжествовала. Все узнали правду о Куропатах. И на этом проблема закрывается. Но ничего подобного не произошло. Тут же начались отклики газет «Правда», «Моевремя» белорусских коммунистов о том, что все это клевета, что никаких расстрелов НКВД не проводило, как оно могло проводить. Это же советская власть, самая гуманная власть. И коммунисты честь этой власти. Как же такое могло произойти? И тут пошла история с так называемым немецким следом. В 1994 году с известными событиями смены власти в Белоруссии Генеральной прокуратуре дается задание вновь проверить Куропатское дело, которое к этому времени уже насчитывало более 10 томов. Было два расследования без раскопок. Приезжали специалисты из Москвы. И точно такие же выводы сделали. Начались письма, обращения на первых лиц государства. В 1997 году в Куропатах была вновь проведена эксгумация. Было вскрыто несколько захоронений. И оно было поручено в военной прокуратуре, которая входит в состав Генеральной прокуратуры Республики Беларусь. Ну и скажу, там же и эксперты из КГБ были. Не эксперты, а помощники следователя. В первый раз, в второй раз. Ставили крыжи, приезжали из всей Беларуси. И, до речи, было больше за 100 крыжов. И там и из Лагоещины, и из Воложенщины, и из Держинщины, из этих районов, около Минского района. Милиция, по сути, с ОМОНом. 8 листопада 2001 года, кали выгоняла людей сюль, то в один вечер эти все крыжи были взломаны и звезли. Их так и не отдали нам. И они, как и люди, которые тут загинули, невядомые. Так и они зараз в невядомом месте знаходятся. КОНЕЦ Все, что происходило в те годы, начиная, собственно говоря, даже с 1917 года и более поздний период, не поддается законам общечеловеческой логики. Система, прежде всего, уничтожала тех, кто мог своим мнением, своими действиями противоставлять советской власти. Это касалось интеллигенции. С этим охвостем решительно, как и вся наша партия, боролись коммунисты Белоруссии. Процесс уничтожения интеллигенции к началу 1937-го, к середине 1938-х годов уже в целом завершался. Потом была внедрена идеология в сознание о том, что все, что делает партия, все, что делает органы НКВД, это правильно. И оно направлено на благо советского человека. Мы построили социализм. Право на новую жизнь закреплено в этой великой книге. На основе Конституции СССР была принята Конституция Республики. Когда была дана установка на поиск классовых врагов, был издан знаменитый приказ 00-447 за подписью наркома НКВД Ежова. Советская пропаганда с 1917-го до 1937-го года свое дело сделала. Я могу даже через столько лет сказать, что многие искренне верили, что ошибки быть не может, что это же следствие было. Он дал показания, и его надо расстрелять, как врага. Организации 99%, которые были созданы в воображении НКВД, и польская организация войсковая, и всевозможные фашистские организации, и всевозможные повстанческие организации, и союз вызволения Белоруссии, и так далее. Всех этих организаций в природе не существовало. Они создавались по сценарию НКВД, заполнялись конкретными лицами, которые даже не знали, что они состоят в этой организации. Процесс носил абсолютно регулируемый характер. Знали, сколько, когда, в каком месяце, сколько расстрелять конкретно по Минску, по областям, по районам. И эти разновидки неуклонно выполнялись. Просто план наконували. Калий требовало добрать людей, это просто облаву робили. Забирали людей, вывозили и стреляли. Разве это не победа? Если мы откроем расстрельные списки периода 1937-1938 годов, я такой анализ проводил, и неоднократно, то основная масса расстрелянных, кто лежит в Куропатах, в других местах захоронения. Это рабочий, это крестьянин, это домохозяйка. Те, кто лег в эти ямы, совершенно не имея никакой вины и абсолютно не понимая, за что, как же так, он отдав всю душу, все, что у него было этой власти, и оказался у расстрелянной ямы в 1937 году. Самое дело, что подчас вот их сгумации мы находили речи, которые не повинны были быть у взневоленных. Что-то тяжелое. Пластинка. Это с собой даже пластинка. Довоенная. Человек взял, на что надеялся? Никто не подозревал, что их ожидает. Я думаю, что около миллиона репрессировано, и вообще репрессировано, конечно, все мы. Все 10 миллионов. Потому что, глядя, как арестовали соседа моего, допустим, я ночами не спал, годами ждал своего ареста. Значит, меньше прожил. У кого-то сердце взорвалось от этих ожиданий. Значит, дети мои тоже тряслись. Многие были лишены возможности учиться. Антинародная власть. Свой народ миллионами расстреливает. Пирамида власти, которая была выстроена в этот период, было понятно. Во главе этой пирамиды находился Сталин, Политбюро, Наркоматы. А у основания этой пирамиды находились маленькие и большие начальники, которые крутили этот механизм. В президиуме первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии Пономаренко, гости из братских республик. Очень многих, те, которые начинали репрессии, потом съела сама же придуманная им машина. Было заметание следов. Те, кто расстреляли в 1937-м, многих из них расстреляли в 1938-м. Как свидетели расстрелов и участников. А те, кто отрели в 1938-м, многих из них расстреляли в 1939-м. То есть, прижды заметал Сталин следы. Цена бы обещал все свои силы и веды отдать справе партой Ленина Сталина. Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко, генерал-лейтенант Цанава. Мы очень любили расстреливаться, они на даты. Вот у них была такая дата День Советской Армии. Потом был у них 7 ноября. Летом у них, особенно в июнь-июль, передышки. Ну, кстати, в это время они в основном ездили в отпуска. НКВДисты. Причем отпуска такие, когда еще никто не мечтал здесь куда-то выехать с Минска, там, в радиосептическом отдыхнуть, они отдыхали. Сочи, Ялта, бесплатно, санатория. После массовых истязаний собственного народа УИЮ-УБИСТ. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тут зафиксовано и обозначено больше за 600 могилов на плане. Сюда приходят те, у кого тут забиты, забиты в Куропатах. Это подтверждено у КГБ, КДБ по-белорусски. У них есть документы. Они тут молились, тут есть документы. У многих, а молюсь, есть документы, которые подтверждают, что тут робились расстрелы. С 91-го года до прихода до УЛАДы Лукашенко про суды и прокуратуру были дадены доведки многим людям. Выдавали справки. Калибов Сушкевич при УЛАДе выдавали справки. Но это был коротенький период. Вот эти люди приходили, ставили свои крыжи. Их вызывали в прокуратуру. Это же разголос одразу пошел. Я ведаю приклады, и тут приходили. Говорят, не, мы боимся, мы зараз не можем шильдочку робить, бо будут вызывать. Будет некий тиск на наших детей. Они и сейчас так выглядят, да? Могилы. Великая колькость. Там плод до 150-300. И земля проседает. От одного человека ничего не будет, от двух ничего не будет. А вот до десятки. Если в маленьких могилах они стреляли, люди падали и потом просто засыпали, а в большой могиле, которая была 400 человек, то в этой могиле неизбежно кто-то был внутри и растаскивал людей, в центр подтаскивал. То есть он был по колену крови. Это, конечно, тяжело. Даже вот подумаешь, ну, я не знаю, в нацистских лагерях специально готовили людей устойчиво, потому что люди теряли рассудок из-за этого. И вот здесь, видимо, то же самое было. После этого они приезжали в свою столовую, и даже есть многие показания, даже те обслуживающие персонала, они приезжали с этой трудной работы, выпивали полбутылки или бутылки водку, закусывали и отдыхали до следующей ночи или через сутки двое опять на вахту. Мой хороший знакомый, хороший друг, Абрамчик, наверное, не был. После этого этот Абрамчик был, он же был кладовщик вещей заключенных. А этот склад был наверху, на пятом этаже НКВД. И я заходил с ним в этот склад, и у него, и у него, а у него было все накладные, он узнал, как его растаял, он накладные на то приберет, и эти вещи тоже приберет. Когда сотрудники НКВД, допустим, местного город-отдела или райотдела, должны были расстреливать своих же сограждан, то есть местных жителей, то получалось, что они хорошо знали, и их трудно было убедить в том, что это враги. Они же с ним жили, общались, и они понимали, что не может быть такого. И для того, чтобы решить эту проблему, был придуман так называемый оригинальный способ – работа в этих командах вахтовым методом. То есть, например, несколько сотрудников НКВД Смоленска были командированы для работы в Минск, которые в течение недели-двух недель расстреливали в тех же Куропатах. Почему это делалось? Во-первых, им говорили, что вы едете приводить приговоры в исполнение, которые утверждены Верховным судом, которые тройкой, двойкой, там, особым совещанием. Поэтому это заклятые враги советской власти, которых надо уничтожить. И возникает сразу вопрос. А был ли у них выбор? Был ли выбор кого-то вести на расстрел или сам оказаться на этом месте? 20 лет занимаюсь этой проблемой, и всегда мне интересовало, сколько в СССР, в СССР активно сопротивлялось этому процессу. Вы знаете, я находил единичные примеры, когда человек открыто заявлял, я не буду вести следствие, когда он открыто заявлял, лучше я окажусь на его месте. Это было 0,00, тысячная, миллионная доля процента. Но есть другая ситуация в этом плане. Я тоже обратил внимание, изучая многие архивно-следственные дела, те, кто на следствии сопротивлялся, те, кто не давал показания на других, те, кто не писал доносы на других, как ни странно, у них, образно говоря, коэффициент выживания был выше. Их не пускали под расстрел, их отправляли в ГУЛАГ, и там уже было, как говорится, как у Шаламова, выжил, не выжил. Но у них появлялся шанс остаться человеком и еще выжить. Те, кто писал доносы десятками, сотнями, они в первую очередь оказывались в этой яме. Поэтому трагедия многих в том и состоит, что их к этому и принуждали, и поощряли эти действия, и в конечном итоге они вытравливали человеческую душу и приводили его все равно к одному и тому же результату. В этих ямах лежат и коммунисты, и беспартийные, и палачи, и их жертвы. И поэтому здесь мы не можем по костям сейчас провести какое-то разделение. Здесь лежат жертвы системы, и те, кто убивал, и тех, кого убивали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тут написано, что оховывается державой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТОЙ СЕЛЬНЫЙ 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 СЕЛЬНЫ Держава не принимает ни каких лет. Вот эти заявы развиваются просто одним речащим. Это просто хвороба громадства. Ну вот эта неповага до померлих людей. Ну, не знаю, как назвать это. Некое злочинное такое ставление. Это просто хвороба всего громадства, а не только влады, скажем. Хотели изместить куропаты. И они распрацовали три варианта проекта. Где привезти дорогу окружную. Один кыштовал 75 миллионов рублёв 1991 года. Другой вариант 55, а это 27. Ну, конечно, они привели дорогу не вокруг куропат, а привели там, где дешевле. Куропат могло бы не быть. Али пришла молодь, жалёная. И 250 дней поставили лагерь. Отстояли в осень, зима, весна, лето. 250 дней. И не дали пока на куропатах. Там ехали по этой аллее, склады робили. В то время отношения молоди, вот этой патриотично настроенной, и милиции, я одну сторону понимал, я вторую сторону понимал. Мы весь периметр обошли могильника и вычислили, получили периметр объекта. И он не подходит ближе, чем 60 метров к дороге. Потому что мы все углубления, которые были возле дороги, там их все раскопали. Там нету даже признаков погребения. Очень часто их обманывали, поэтому они не доверяли. Они думали, что вот утверждают одно, на самом деле там возьмут разрушать. Ну, кое-что, может быть, робили из горяча, там, из этими строительными, там, спорили. Али я лечу, куропаты, ну, обманываю. Люди приходят спонтанно, разные. Приходят люди с топорком и с лопатой. Не за грошей, а по сумлению. Вот эти окрыжи заробили люди, наша консервативно-христианская партия. Люди приносили, до речи, гроши. И за эти гроши мы купляли древо и сами робили, и все это устанавливали. Мы приходим на талаку, приходит милиция, оховывая нас. Вот что цикава. Чему так ворожа до нас относятся? До речи, президент злучанных штатов Америки, коли бил Квинтон, коли он наведал Беларусь в 1994 годе, он наведал куропаты. Президент Лукашенко ни разу тут не был. Улады еще увагу звертают на линию Сталина. А куропаты их не текают. КОНЕЦ Мика, не лезь. Иди сюда. Поехали. КОНЕЦ 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 А те, кто погиб от рук нацистов в период оккупации 1941-1944 годов, пожалуйста, памятники, мемориальные комплексы, чествования и прочее все остальное. Как это может быть? Ну, как это может быть в цивилизованном государстве? И те погибли. И те погибли. И эти погибли. Одни от рук сталинистов, другие от рук нацистов. Как можно память делить пополам или по четверти или еще каким-то образом? То есть заложен тот принцип, что касается этих можно, что касается других нельзя. КОНЕЦ Но что настораживает, уже исполнилось 10 лет, как следствие было завершено, и результаты следствия не оглашались к материалам Куропадского дела. Никто не имеет доступа до настоящего времени. Это говорит об одном, что Куропадское дело до сегодняшнего дня имеет статус политического. И нежелательного для ознакомления для широких кругов общественности. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ